Крестный ход с иконой святого праведного воина Фёдора Ушакова состоялся на греческом острове Корфу. Вместе с делегацией из России, участниками и организаторами Международного общественного форума «Русская неделя на Ионических островах» торжественным маршем по центральным улицам города прошла и съёмочная группа нашего телеканала. Рассказывает Эльвира Гордеева. От храма святителя Спиридона Тремифонского по центральным улицам города к памятнику первого правителя Греции Иоаннису Каподистрии. Крестный ход в сопровождении духовых оркестров в самом сердце острова Корфу в городе Керкера пожалуй, самое красочное и незабываемое зрелище в программе проведения «Русских недель» в Греции. Особенности греческого крестного хода, что он идёт с духовенством, с иконой и в то же время оркестр. Оркестр, люди, горожане, гости, паломники острова – все они так или иначе участвуют в этом торжестве. Вот эта вот радость бытия, радость духовного такого роста, радость духовного становления, духовного общения, она поднимает человека. По узким улочкам Чиканя-Шап проходят русские матросы. Вслед за ними – священнослужители Русской Православной Церкви и Греческой Метрополии. Официальные лица и гости форума. И осеняют их крестным знамением наши единоверцы – православные греки. Это праздник, я чувствую, что это праздник. Когда крестный ход идёт по городу, то можно видеть в окнах домов приспущенные красные платы такие. Это праздник торжества, это праздник радости. У памятника Иоанниса Каподистрии представители официальных делегаций двух стран молитвенным песнопением и словами благодарности воздали дань памяти заслугам видного греческого и российского политика и дипломата – первого правителя независимой Греции. Ими Каподистрии в равной степени дорого русским и грекам. Каподистрии продолжил путь, проложенный ранее адмиралом Ушаком к построению новой греческой государственности. К примеру, Ушаковой Каподистрии – символ того, как должны строиться отношения между русскими и греками. Мы чтим Каподистрии как большого международного деятеля исторического масштаба. После возложения венков к памятнику Каподистрии, участники крестного хода направились к мемориалу святого праведного воина Фёдора Ушакова, установленного на Корфу 10 лет назад. На мемориальном камне надпись «В честь великого русского полководца, политика и дипломата за самоотверженный вклад в создание республики Семи островов». В какой-то степени я имел к этому отношение, подал патриарху документы, материалы, письмо. И вот в 2001 году он был прославлен, в 2002 году был установлен этот замечательный памятник. Ну, это была ласточка, значит, памятник русскому святому, русскому адмиралу. Здесь, у подножья горы, на вершине которой вот уже два века стоят на страже пушки с российским двухглавым орлом на стволах, участники русских недель поминали великого флотоводца, освободившего ионические острова от наполеоновских захватчиков, и молились за наших моряков, погибших при штурме неприступных бастионов острова Корфу. Русский флот и русская армия сделали очень много для освобождения Греции. И от имени всех военных моряков России я хочу поблагодарить жителей Греции за ту память, которую они сохраняют о наших спавших воинах. Командир похода Андрей Палий, а затем и все участники русско-греческого форума, возложили венки к мемориалу российской воинской славы. И вновь над историческим островом звучали гимны двух стран. А под стенами некогда неприступной цитадели парадным строем прошли морские пехотинцы.